Привет, девочки и мальчики, с вами Зигзе Хедж, вы находитесь на канале Зигзе Хедж. Я опять перепутал приветствие и, да, чуть было не утонул в своем замечательном диванчике. Вы смотрите девятую серию приключений на сборочке InSphereDipper на версию Майграфта 1.15.2. Я здесь за кадром немножко походил-покопал, немножко все это дело поперерабатывал, сделал себе приличное количество железа и нашел, ну, такое, в принципе, приличное количество редстоуна, я бы сказал. Я, правда, часть уже потратил, но вот осталось еще 182. И железа сейчас в итоге 114. Я думаю, что я неплохо покопал тогда. И, в принципе, я не помню, я вам говорил или не говорил, есть одно читерство страшное. Я, в принципе, копаю вот этим вот молоточком. И, как вы сейчас знаете, наверное, есть такая штука, как инструмент для починки, да? Так вот, если мы с вами просто возьмем инструмент и совместим его с молоточком, то мы совсем чуть-чуть ему прибавим его прочности. А если мы к этому вот конгломерату, назовем это, наверное, так, добавим один кусочек обсидиана, то мы с вами, ребятки, его починим, ну, можно сказать, что почти на 100%. То есть, примерно вот до такой степени состояния полностью разрушенного молотка. Это такое ощущение, что глюк в моде, но, если честно, конкретно сейчас мне пофигу, потому что я стараюсь как можно больше времени проводить за копанием, для того, чтобы в серии не приходилось ходить копать. Ну, ладно. Сейчас, на самом деле, мы с вами немножко отвлечемся от механизма, буквально чуть-чуть, потому что я все-таки понял, что я хочу себе сделать крысбургер. Я же даже начал в прошлой серии это делать и успешно бросил. Поэтому сейчас, после того, как я покопал, я здесь себе сделал подготовку. И подготовка у нас с вами в следующем виде как бы проявляется. Во-первых, вот здесь вы видели, наверное, то, что стоит такая вот штуковина под названием чест, да? Означает то, что здесь в итоге будет стоять сундучок с выходом. То есть, здесь будут крысбургеры. И вот здесь появилась такая шоколадная плиточка. Если мы ее откроем, у нас с вами появится подвальчик. Ребятки, я решил то, что, в принципе, я свою систему спрячу в подвал, потому что, во-первых, вы хотели подвал, да? Во-вторых, она здесь нельзя как лучше впишется, да? И вот здесь, соответственно, опять же, нужно будет сделать вывод готовой продукции. И вроде как я все разметил, возможно, даже мне всего этого хватит. Более того, здесь есть специальная дверка, которая нам с вами позволяет обойти вот эту всю механизм как бы с другой стороны. Потому что мы сейчас сюда постоянно шестеренок всяких, и в итоге здесь не будет ничего влезать, да? И ничего видно. Вот, давайте попробуем, начнем. Начнем с того, что вот здесь у нас с вами будет стоять первый наш вот этот вот water wheel. И стоять он будет прямо-таки вот здесь, крутиться в какую-то сторону, совершенно, собственно, без разницы в какую. Я его даже вот так поставлю. И теперь первое, что нам с вами необходимо сделать, это поставить нам с вами millstone. Давайте, даже сделаем, наверное, немножко не так. Давайте я себе заберу какое-то количество этой самой пшеницы. Я ее, по-моему, только там собирал, наверное, она еще не выросла. И расскажу вам, как, в принципе, делаются крысбургеры а-ля Zig the Hedge. Это особые крысбургеры, они делаются при помощи шестеренок. Вы, я думаю, что почувствуете тонкий шестереночный аромат, когда вы идете его кушать, да? Мне нужна, соответственно, пшеница. Я возьму две. Смотрите, если мы с вами посмотрим на юзаж пшеницы и посмотрим, что она получается в вот этом millstone, мы увидим, что мы в любом случае получаем муку плюс еще с 25% шансов еще муку. И, в принципе, вот эти вот семена, которые нам с вами абсолютно не важны. Ну, в общем, по сути, минимум с одной пшеницы мы с вами получаем одну муку. Дальше, если мы с вами эту муку соединим с водой или, в нашем случае, просто промоем, мы получим тесто. Дальше, если мы с вами это тесто зажарим в печке или, в нашем случае, зажарим при помощи вот этой штуки, получим батон. Единственное, что, ребятки, когда я в тестовом мире там проверял, у меня вот эта вот система почему-то периодически глючит и сжигает еду. Я вот не знаю, у нас здесь сейчас с вами получится или не получится. Там, может быть, у меня мир глючный или фиг его знает. Или все-таки креет глючный. Но, в любом случае, скоро мы с вами про это узнаем. А, ну и, конечно же, да, крысы такие вот получаются из обычных сырых крыс, тоже путем прожаривания вот в этой вот штуковине. Здесь вот так вот. Собственно, вот это не работало. А-а-а, слушайте! Нет, это не креет глючный, это я глючный. Смотрите, здесь у нас с вами нарисовано, что мы должны как бы крысу жарить через огонь, а не через лаву. Вот ты жжешь-маешь. А что, вы хотите сказать, что здесь только через лаву получается, да? Это как-то странно, то, что мы с вами жарим хлеб исключительно через лаву, не можем это сделать через костер. У-у-у, ребятушки. В таком случае, наверное, мне придется расширять подвал, потому что я не был готов к такому испытанию. Ну, да ладно. В любом случае, первая часть системы должна работать. У меня здесь есть наш фэн, наш фэн, наш замечательный вентилятор. И дальше к этому вентилятору мы с вами поставим, я думаю, сюда большое колесо. Я просто уже здесь немножко потестировал за кадром, как я говорил, да? И все это дело добьем шестеренками. Во-первых, таким образом у нас с вами будет система крутиться немножко быстрее. А во-вторых, во-вторых, я криво поставил шестеренку. А во-вторых, здесь есть один плюс. Потому что, если мы с вами поставим вот таким вот образом, то как бы наш вентилятор выдувает. Если бы я воспользовался просто тремя шестеренками в ряд, то он бы в себя всасывал. А так он еще немножко быстрее это будет делать. Это как бы нам в плюс, естественно. Так, берем вторую воду. И хорошо бы ее разлить здесь. Я думаю, что я сделаю таким же образом, как у нас с вами было сделано в мельнице. Но немножко потом. Сначала вот здесь-то мне нужно все-таки сотворить системку. А то что-то я сразу начал с фэна. Так, мне нужен вертикальный гирбокс. Мы его с вами поставим вот сюда. На него сверху просто поставим шестеренку. И к ней приделаем наш миллстоун. Вот таким вот макаром. Собственно, то, о чем я говорил. То, что наш вот этот вот миллстоун может питаться не только валом снизу, но и шестеренкой сбоку. В принципе, здесь как бы остальное все так же, да? И дальше у меня есть хоппер. Давайте один хоппер, наверное, поставим к нему вот таким макаром. Ну, ставься хоппер. Ну, хоппер. Блин, дурацкий хоппер. Ну, ладно, мне не жалко. В смысле? Вот. А что это я здесь... А, это из-за того, что меня сдувало, видимо. Вот так вот поставим первый хоппер. И сюда будем запихивать пшеницу. И дальше для того, чтобы... Зачем я, собственно, это питал шестеренкой-то, а не снизу? Для того, чтобы сюда поставить второй хоппер, который это будет выдавать в эту сторону. И нужно здесь вот подумать, каким образом это лучше организовать. В тестовом мире я делал это при помощи SFM. А я думаю, что, наверное, здесь тоже имеет смысл будет сделать это при помощи SFM. А потому что почему бы нет? Дальше. Второй тогда FN. Давайте разберемся. Единственное, что у меня... А, нет, есть еще одна вода. Допустим, вот таким образом мы его сюда поставим. Наше второе колесо. Не делаю на одном колесе, потому что у него не хватает момента для того, чтобы всю систему эту нашу обеспечить. А так получается еще и симпатичненько. Уберем отсюда эту фигню. Ну и здесь у нас с вами будет энкейст фен второй. И давайте к нему теперь тоже подведем шестеренки. Попробуем. Остались ли они у меня? По-моему, мне не хватит одной. Единственное, что вопрос... Тебе, кстати, скорость не знаю, сколько нужна. Тык. Тык. Да, вот здесь, видите, не хватает еще одной шестеренки. Давайте, наверное, ее сделаем. Единственное, что вот сейчас не пришлось бы мне это дело инвертировать. Потому что могут быть различные варианты в этом смысле. Жбоньк и жбоньк. Точно так же, как у соседа, да? И единственное, что в какую сторону вот ты сейчас крутишься? Ты всасываешь себя. В принципе, с одной стороны мне должно быть кофигу. То есть я могу поставить лаву вот здесь, допустим, он будет через лаву всасывать. Но таким образом я не смогу здесь ничего фильтровать. Поэтому нет, нам его надо инвертировать. Я думаю, что самый простой способ его инвертировать, вы будете смеяться. Я возьму и перелью вот эту вот воду вот в эту сторону. Для того, чтобы оно крутилось в обратную сторону. Е-е-е, зик, все починил. Окей, теперь мне нужны полублоки. А, и кстати, да, единственное, что еще здесь нужно сделать, это наш автокрафтер. Вот этот вот. Как бы его лучше поместить, я не знаю. Но первое, что мне приходит в голову, это то, что его нужно поместить вот таким образом. И сделать выход, допустим, сверху. Вот так вот. Единственное, что нужно где-то к нему подсадить шестеренку. Я думаю, что вот таким макаром мы с вами это сделаем. И вот, собственно, все. У меня готова система. Оставайся сюда найти воду и лаву. Лаву я пока поставлю вот сюда. А воду пойдемте возьмем сверху. И мне нужны полублоки. Я решил сразу себе сделать еще один фэн, еще одно колесо. Да, взял себе уже на зарак. И понял, что у меня нет ни одного вообще инвентаря. Поэтому давайте себе сделаем некоторое количество бочек. Единственное, что здесь есть тоже свой, скажем так, момент. Смотрите, я себе хочу сейчас сделать две бочки. И взять с собой парочку сундуков. Потому что бочки у нас с вами уже будут работать как финальная система. А сундуки мне будут нужны для того, чтобы что-нибудь тестировать. Я возьму сундук. И, блин, очень, если честно, хотелось бы взять какой-нибудь другой сундук. У нас с вами есть какой-нибудь другой сундук в сборке? Блин, ну только трэпт. А, вот, смотрите. Есть какие-то фэнсы честы, да? А, это обычный сундук. Его можно обложить. Я его могу обложить, допустим, вот такими вот слэбами из темного дуба. Это нам с вами очень поможет. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тихо, тихо, тихо. Что это такое? Сейчас у нас здесь все закончится. Место в инвентаре закончится сейчас, если быть точным. Оно уже закончилось. Давайте сделаем вот так. Вот, отлично. У нас с вами есть фэнси сундук. И где-то я видел вот такие кусочки, да? Где-то вон там они лежали. Вот пусть здесь себе дальше и лежат. И теперь нужно взять еще и обычный сундук. Вот. У нас с вами есть три типа инвентаря. Мне это нужно для того, что я себе потом буду делать SFM. Как я уже говорил, я хочу это сделать на SFM, да? Давно с ними не игрались. И мне бы хотелось отличать один инвентарь от другого. Так, но сначала все-таки вот здесь вот эта система. Я так решил, что я, наверное, сделаю себе третий, этот самый, третий колесо с этой стороны. Во-первых, это будет несложно вот там вот себе прокопать проход. Сюда тоже технический, да? И, во-вторых, наверное, здесь ничего супер такого-то не надо. Блин, единственное, что я себе взял один ватербакет. Давайте себе сразу, наверное, возьмем второй ватербакет. Ладно, давайте по очереди все делать. Тут что-то куда-то я опять разогнался. Не к добру это, не к добру. Так, давайте сделаем вот так. Здесь у нас будет лежать вода. И вот так здесь у нас будет лежать лава. То есть здесь сделаем вот так. В принципе, наверное, я даже не знаю, имеет ли смысл ее закрывать. Может быть, и не надо ее закрывать. Но, в любом случае, лаву надо взять и вот сюда тоже положить. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо еще чтобы это все работало, и вообще было бы супер. Так, возьмем себе еще одну водичку, и... Тихо-тихо-тихо. Давайте построим вот сюда колесо. В какую сторону вы крутитесь? Справа у вас вода, да? Справа налево течет. То есть вот так. И здесь нужно поставить вот такое колесико. И к нему прям-таки здесь даже вообще не мудрость в своя лукаво, просто ставим фэн, и я так понимаю, что все. В какую сторону ты дуешь? Блин, ты всасываешь. Вот ты дурила от сниженного тагила. Ну ладно. Что такого-то, собственно? Что я так нервничаю? Я просто вот так сделал. Я же это сегодня делал. Зи, что с тобой? Так, а здесь мы с вами сделаем... Вот здесь видимо у нас с вами должен быть назарак. Да? Здесь, ну для того, чтобы было симметрично, я поставлю эти штуки. И вот сюда поставлю вот такую штуку. О-хо-хо-хо! Система а-ля Зик, вот уж точно. И вот сюда поставим вот эту хрень, и ее нужно зажечь. Зажечь. Пыш. И... Ну вроде что-то идут какие-то частички, похожие на огонь. Надеюсь, что это дело сработает. Так, фактически. Что нам теперь нужно? Теперь нужно идти и крафтить SFM, потому что у меня... А, и нужен еще один фанал. Слушайте, у меня был. Они же делаются не по двое. Я же их делал много. Где-то, видимо, в системе надо сейчас поискать. Еще один фильтр надо сотворить. И в принципе можно приступать. И инвенторик кейбл 16 штук. Надеюсь, что и мне этого хватит. Фэктори менеджера я сделал. И, собственно, вроде как теперь у меня есть все. Пойдемте попробуем это расставить. И надеюсь, что SFM на 1.15.2 работает. А то что-то как-то я возможно поторопился. Блин, как меня прет вот эта вот система. Кстати, я забыл сделать третий фильтр, забыл взять фанал. Ладно, сейчас мы с вами это тоже возьмем. Так, давайте, собственно, начнем, наверное, с системы. То есть, вот сюда мы с вами, ну, откуда-нибудь пока не знаю, будем помещать предмет. Я это пока не буду даже завязывать на SFM. На SFM мы с вами это дело, ребятки, будем завязывать вот здесь. У меня будет первый сундук. Я думаю, что он будет самый обычный сундук. И он будет стоять вот здесь. К нему должна быть подсоединена воронка. В принципе, вот здесь у нас никакого SFM нет. Здесь все логично и все работает само по себе. Дальше, куда бы поставить контроллер, пока, если честно, не знаю. Но нам нужно его соединить со всеми нашими инвентарями. Вот здесь давайте поместим, допустим, бочку вместо вот этого блока. Поместим бочку. Бочка! Ей! Бочка смотрит наверх, но мне кажется, ей без разницы, да? Ей же без разницы. Я вот сюда, единственное, что к этой бочке... О, ребятки, а вот здесь вопрос. А я, наверное, не смогу сейчас к ней поставить фильтр же. Его же закрывает полублок вот этот вот дурацкий. И фильтр не становится. Арк! То есть мне, по идее, это нужно на один блок дальше, что ли, отодвинуть. А интересно, а бочка горит? Или вообще сундуки горят? Кто-нибудь как-нибудь видел горячую бочку? Надеюсь, что нет. Давайте попробуем это брать и поставить бочку вот сюда. Если она загорится, будет печально, но что поделаешь. Система должна работать. Так, и в таком случае вот сюда нужно поставить фильтр. Во, так все работает. Так все супер. Сюда у нас с вами должны выплевываться предметы. В этот фильтр у нас должны уходить батоны. Батонов у меня нету, но мы сейчас с вами, наверное, можем попробовать его сделать. Блин, я выкинул все свои эти самые. Ладно. Так вот... Аааа! Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, интересно, кстати, теперь горит ли бочка дубль два. Если я вот сюда ее поставлю, будет ли она гореть? Ой, сейчас случится страшно, если я так сделаю. Давайте уберем отсюда лаву. И давайте уберем отсюда воду. А то сейчас я здесь сделаю себе кабл-генератор случайно, да? Вот здесь мы с вами поставим, допустим, такой вот черный сундук. Вот таким макаром. И проверим, горит ли это. Ребятки, скажите мне, что это не горит, а? Вот прямо сейчас в комментариях, пожалуйста, напишите, что Зик, не переживай, не горит. Ничего не будет. Кабл-генератор у тебя здесь не случится. Я надеюсь, по крайней мере. Так, сюда второй фильтр. И третий инвентарь должен стоять вот здесь. И единственное, что пока, правда, не знаю даже, что сюда поставить. У меня закончились сундуки. Давайте сюда тоже поставим, наверное. Хотя, как я их буду друг от друга отличать? Ладно, не будем сюда пока ничего вообще ставить. Давайте начнем. Нужно еще, кстати, провести вот эти кабели я думаю, под нашими сундуками. То есть, придется все-таки испортить пол. Как вы видели, я его здесь даже не заменял. Думал, что, о, как клево. У нас с вами будет натуральный пол из камня. А он нифига не будет у нас с вами из камня. Ну да ладно. Так, вот здесь тоже надо убирать, значит, и вот там надо убирать. И что-то вроде вот такого здесь нужно рисовать. Так, вот здесь главное сейчас опять не это самое. Не загореться мне случайно. Ну, в принципе, ладно. Я думаю, что ничего супер страшного здесь вроде как не происходит. Так, так. И так, да? И по идее, теперь вот эти три инвентаря у нас с вами объединены. Вот сюда тоже нужно будет потом запихнуть наши вот эти вот кабели, но это чуть-чуть позже. Так, теперь куда-то нужно поставить контроллер. Я думаю, что я его поставлю вот сюда. Во. Этот раз, два, три объединено. Вот здесь не объединено, но здесь мы с вами пока не знаем. Блин. Так, окей. Открываем SFM. Вспоминаем, как это делается. Работаешь ты по интервалу. Интервал у тебя, конечно же, одна секунда. Раз в секунду ты будешь что делать? Ты будешь заниматься трансфером. Ты будешь перемещать предметы. Ты будешь брать предмет в вот этом сундуке. Здесь у нас, по идее, должно быть тесто. Давайте возьмем себе тесто. Тесто, тесто. Никакое там не тесто. Я себе заодно сделал третий фильтр, взял еще один фанел и сделал даже еще сундук из березы. Потому что там у нас с вами должны быть мука. Господи, тесто. Не тесто. Мука. Мука. Мука это лучше. Так, давайте, знаете, сразу что сделаем. Давайте я вот сюда сейчас помещу одну пшеницу. Вот я ее поместил. Вот у нас с вами пошел процесс. Процесс не очень быстрый, но с другой стороны, когда у нас с вами автоматическое производство крысбургеров, я думаю, что куда-то спешить нам особенно-то и не надо. Вот. У нас здесь с вами появилась мука. Теперь мы с вами говорим, что... Блин. Тихо-тихо-тихо. Так, SFM немножко глючит, потому что у него вот эти штуки перепрыгивают. Да, ну и ладно, с другой стороны. У-у-у, здесь все перепрыгивает куда-то. Ну ладно, перепрыгиваешь. Главное, чтобы работало. Отсюда мы берем и помещаем это дело в... А-а-а, я какой молодец-то. А нам же с вами сюда нужно это еще каким-то образом и дропать. Ты ешь-маешь, пошел делать себе экстракторы. Экстракторы. Четыре штуки. И давайте сразу один тоже сюда поместим. Потому что, по-моему, мне их будет нужно три. Ну, я надеюсь. Блин, я уже проголодался. Когда там мои... У-у-у. Когда там мои эти самые... Заготовятся уже. Когда моя система заработает, я есть хочу крысбургер. Так, давайте вот здесь тогда попробуем провести кабель. Сейчас здесь вода польется. Ну и ничего страшного, да? Оп. 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 Вроде бы... Блин, как оп? Какой оп? Оно же вот здесь должно быть. Или нормально? Отсюда оп, так и все. Ладно, вроде нормально. Попробуем поставить сюда второй сундук. Вот таким образом. И к нему присобачить экстрактор. Экстрактор вот сюда будет выплевывать. У него фильтров нет. Он выплевывает все, что видит. Я надеюсь, что, кстати, он выплюнет и в нужное место. Давайте, кстати, заодно и проверим одну вещь. Я же себе не просто так сделал вот этот вот сундук из березы. Сундук из березы. Единственное, что к нему сразу надо, наверное, подключить системку. Для того, чтобы мы ее видели, этот сундук. И мне сейчас еще придется сделать несколько кабелей наверняка, потому что не хватит. Так. И вот здесь, соответственно, мы убираем вот это вот. Вот. И вот оно сгорело, да? Как оно могло сгореть? Нафиг. Ладно, пофиг. Нафиг, пофиг. И сюда фанал поставим. Сразу вот так вот сделаем. Вот. И сюда нужно сразу сказать... Ну, хотя пока он должен здесь все, что угодно запихивать. Давайте мы отсюда пока фанал уберем. Объясню, почему я делаю так странно. Смотрите. Нам с вами сейчас нужно отсюда выплюнуть with flower. Единственное, что ее сначала нужно вот здесь разместить в фильтре. В destination inventories. У нас с вами source. Это первый. Destination, соответственно, будет второй. Вот сюда нам с вами нужно будет переместить. Без разницы. Пусть будет снизу. Это никому никогда не интересовало. Переместить нам с вами нужно будет по белому списку. Вот это. И более того... А, ну здесь, собственно, любое количество перемещаем. Просто сюда перемещаем и все. Теперь давайте это законнектим вот таким образом. Ты законнектилась? Глюч от SFM. Ну ладно. Опять же, главное, чтобы работал. И по идее, когда я сейчас сюда скину еще одну пшеницу, вот она пошла перерабатываться, она в итоге должна вот сюда вот пулькнуться, шлеп сделать, и потом пройти вот этот путь, и вот здесь остаться в виде теста. Вот, отлично, она отсюда выплюнулась. И вот сейчас она должна преобразовываться в тесто. То есть прямо буквально вот сейчас. Тесто! Е-е-е-е-е-е, тесто! Так, взяли тесто. Теперь мы можем взять фильтр, открыть фильтр, и сказать ему, что у тебя есть белый список, и белый список у тебя на тесто. Ты не любишь ничего, кроме теста Все, тесто для тебя это все Тесто это твоя жизнь Давайте его вот сюда поставим и все Теперь у нас с вами в этом сундуке всегда будет лежать кусочек теста Дальше этот кусочек теста нужно зажарить в лаве Такой вот у нас, да, своеобразный здесь юмор получается Жарим тесто в лаве Ау, и я еще здесь, да, нужно найти себе где-нибудь тоже водичку Так, в лаву мы с вами сможем, в принципе, пихать вот отсюда, наверное То есть я сделаю просто вот так Вот так и вот здесь, вот, нет И вот здесь сделать еще один сундук, наверное, даже Вот так И к нему присобачить экстрактор еще один Экстрактор Сюда у нас с вами будет выплевываться тесто Давайте теперь попробуем найти этот сундук И сделать так, чтобы в него приходила необходимая нам, да Единственное, что здесь, слушайте, а может быть сразу? Нет, все правильно, все правильно Сделаем себе sequential вот такую вот штуковину Это что такое сделалось? Что это такое? Уберите это Что происходит? Алло Так, правый клик убирается, это хорошо Вот так же сделать надо А sequential уже сначала вот это попробовать Потом попробовать второй трансфер Второй трансфер у нас с вами будет брать сундук Какой интересный из них? Давайте посмотрим Здесь у нас с вами первый занят и второй занят То есть вот этот вот сундук Из него мы с вами будем брать Нет, мы с вами будем брать из березового сундука А в березовый сундук, да, из березового сундука мы с вами будем брать и запихивать в этот вот сундук Исключительно То, чего у меня нету с собой в инвентаре Давайте возьмем себе тесто Исключительно Белый список теста Ей, с вами там будем с тестом играться И здесь, соответственно, нужно сказать То, что Source Target это низ Destination Target это низ Так И это тоже подключить к Как вообще у нас? Да, не подключено пока Подключить вот сюда Блин, адский, адский глюк Ну и ладно, пофигу Теперь, по идее, у нас, если я сюда положу тесто Оно должно начать жариться, да? Вон оно выпало, и сейчас оно должно превратиться в хлебушек Оно сгорело, да? А, нет, погодите, здесь его фильтр забрал Фильтр, 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 погоди-ка Давайте фильтр мы отсюда тоже Точнее, не фильтр, пока вообще отсюда уберем Вот эту фиговину Так, хорошо Отлично пошло Тык, тесто Будьте любезны Зажайте мне тесто до состояния хлебушка Мне нужно хлебушка из теста Давай-давай-давай-давай Жарься Хлебушка А куда оно делось? У меня сгорел хлебушек Ну а кто? Слепой Зик, конечно, слепой Вот же у нас хлебушек Да, я, блин, его потерял Пошел делать новый Так, давайте в фильтр его вложим Вот сюда у нас хлебушек пойдет И теперь необходимо П-п-п-п-п-п-п-п Наш фанел Сюда поставить И в него поставить фильтр Вот этот вот, да? Это же он, это он Вот, ты забираешь у нас только хлебушек Теперь, по идее, это должно работать Но сам по себе хлебушек У нас с вами отсюда уже должен попадать В систему крафта Это мы с вами будем делать Немножко позже Сейчас нам с вами нужно еще разобраться с крысами Каким образом Брать крыс Крысы у нас будут появляться в бочке И отсюда они должны А, во-первых, они где-то должны быть М-м-м-м-м-м Сырые крысы Куда бы их положить? Мне нужен какой-нибудь сундук С сырыми крысами Ладно, откуда брать крыс Мы с вами потом разберемся Сейчас главное Сделать систему Когда, точнее Куда этих крыс нужно будет Выпихивать А выпихивать их нужно будет Вот сюда Это даже лишнее Ой, куда же Куда же ты делся Мой кусочек кабеля Наверное, в ступочку ушел, да? М-м-м-м Я прям как знал Так, давайте сюда поставим Сундучок очередной, да? Сундуки у нас с вами будут Здесь на выход работать Пым И спереди от сундука Нужно сделать снова экстрактор Пым Вот так, да? Главное, чтобы он экстрактил Не в огонь Это, кстати, нужно будет Сейчас попробовать Давайте возьмем пару крыс Собственно, я их вот сюда Вот помещу Ну, даже, наверное, одну крысу Отлично Она падает прямо-таки вниз И Будет ли наша крыса Здесь зажарена? Вроде как все работает Так, крыса зажарилась Единственное, что почему-то Он очень А, и ко мне вернулся Блин, эта штука очень медленная Ну, с другой стороны, ладно Пофигу У меня теперь есть жареная крыса И есть еще один фильтр Это не самый плохой вариант Мы с вами просто должны сюда Разместить крысу Блин, а почему? А, вот она Разместить крысу Крыса размещена в фильтре И фильтр должен быть Оп Сунут сюда Все, здесь у нас с вами Ничего нет Ничего нет Здесь, по идее, тоже ничего нет Отлично Так, теперь нужно каким-то образом Все-таки придумать Откуда брать крысу Я думаю, что я сверху буду Сюда загружать и Крыс, и не крыс Вот какую-нибудь Вот одну бочку поставим Допустим, с вами вот сюда, да? Где у меня здесь Этот самый наш Топорил, да? В принципе, неплохой, по-моему Это не тот топор Сейчас бы я хорошо сделал Так Вот И здесь, соответственно, смотрите У нас даже есть кусок кабеля Откуда-то непонятно взявшийся Вот здесь Мы с вами поставим бочку То есть вот так Вот так И вот так И из этой бочки Нужно ее теперь будет найти Нужно брать ингредиенты Вовнутрь Давайте пропустим ночь Тык 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 Ей У меня как раз Последний кабель сюда ушел Но при этом мы с вами пока Только не сможем результат забирать, да? И более того, у меня еще не стоит Никакой этот самый контейнер Для результата Ну ладно Давайте делать дальше Трансфер Трансфер сверху Будем брать себе Инвентарь источник Блин, как их много стало Вот как бы теперь знать Какая из них какая О-о-о-о Ёж-ма-ёж Какая вот из этих бочек Нам с вами нужна Давайте представим, что вот это Дистинейшн Здесь Все немножко сложнее Дистинейшн У нас с вами хоппер Хоппер у нас с вами destination в том случае, если мы с вами забираем оттуда пшеницу Белый список, пшеница В количестве 1 Готово Не надо так делать Соединяемся Да что же вы такие странные Ой, SFM, да что же ты делаешь-то, SFM, ну ты чё? Во, получилось, получилось Давайте попробуем, что это работает Я вот сюда помещу одну пшеницу Одну, потому что я жадный По-моему не работает Значит я взял не ту бочку Это в принципе не так плохо, как кажется Зато я теперь знаю, что нам с вами нужна не эта, а вот эта И сейчас Во, пошёл процесс Отлично, теперь ещё один трансфер У нас с вами кстати сейчас закончатся трансферы Придётся делать ещё Давайте сделаем ещё один sequential Ну пока вот здесь его поставим, он нам сейчас понадобится И ещё один трансфер Ещё один трансфер Это мы с вами берём ту же самую бочку Вот эту вот И в качестве инвентаря указываем Самый наш, наверное, дальний Вот этот вот сундук Давайте проверим на всякий случай, что он здесь нигде не участвует Первый участвует Вот в этот получается Ну я надеюсь, по крайней мере, что в этот Сейчас, как обычно, проверим Если там крыса зажается, то всё у нас с вами хорошо И берём мы здесь сырые крысы Из этого сундука Сундук с сырыми крысами Тык, тык Присоединилась, не присоединилась, чёрт её знает Вроде присоединилась Чё-то похоже на правду, по крайней мере Так, давайте попробуем сюда скинуть крысу И узнать, что у нас с вами будет Крыса Одну тоже Бым Крыса ушла Куда она попала? Вон она, крыса И она, по идее, сейчас должна зажариться и попасть вон в ту бочку Давай, крыска, жарься Так, она уже зажарилась Теперь будем надеяться, что она оттуда дойдёт Конечно, по-хорошему нужно увеличить вот скорость вращения вот этого вот колеса Но я пока... Всё, что ли? Да, вот она Пока слабо представляю, как это сделать, пофигу Она оттуда дошла Так, это есть, это есть Что нам с вами нужно сделать ещё? У меня есть теперь крыса А, ну слушайте, ребятки, у меня есть крыса и у меня есть хлеб Всё, хлеб есть, крыса есть Означает что? Означает то, что даже уже не нужен вот этот sequential Нет, нужен sequential Чёртовы дери Ладно, это у нас с вами будет пятый выход И дальше трансфер Трансфер из source-инвентарь У нас с вами там стоит тёмный, этот самый, да? Здесь же тёмный Нет, погодите, это вообще бочка какая-то Блин, а бочка-то здесь... А, бочка вторая Вторая бочка Где что у меня? Не запутаться Вторая бочка это вот эта Из неё мы с вами будем брать хлебушек И распространять это дело А почему я не вижу, простите, а вот они же у меня Вот, наверное, в этот и в этот Чёрт его знает, какие из них Давайте попробуем в этот и в этот Мы с вами будем брать хлебушек Сейчас мы обязательно его укажем в фильтре Если он у меня есть с собой Есть, отлично Мы с вами берём хлебушек и туда запихиваем Блин, как неудобно всё стало Тык, тык Вот так Вот так Вот так Куда делся хлебушек? Ты ушёл отсюда, во-первых? Ну, один здесь остался, но ты должен был куда-то попасть Ты попал в верхний и, надеюсь, что ты попал в нижний Но в нижний я не вижу, что там нарисовано По идее, наверное, ты туда попал Ну, там он просто больше одного не забирает И в таком случае нам с вами нужно сделать всего-навсего Последний трансфер теперь Последний трансфер у нас с вами будет забирать крыс Жареных Жареные крысы это Dark Orc Fancy Chest Вот там же он стоит Dark Orc Fancy Chest И из него Из этого Dark Orc Fancy Chest Мы с вами будем это дело пихать В последний оставшийся крафтер Так Destination Target Так И фильтры Белый список Жареная крыса Так И присоединить это дело ко второй Этой самой штучке Блин, теперь здесь непонятно решительно ничего Но если у нас с вами У нас там крыса оказалась И смотрите, пошёл процесс крафта Он очень медленный До ужаса медленный Но он крафтит, он крафтит крысбургер Блин, нужно срочно сделать какой-нибудь этот самый Теперь сверху Инвентарь, а то он сейчас выплюнет же в мир И сгорит в лаве мой первый крысбургер Который система сделала Да? Плевать будешь? Ей, он там утонул Он не сгорел, он утонул И система Суперкомпактный ЗИК Готова вот сюда поставить Бочку Просто бочку В которой у нас с вами будут в итоге находиться готовые Крысбургеры Ну в принципе даже это, наверное, можно и Как-нибудь здесь Задекорировать, да? Вот так сделать Задекорировал просто Как я умею Вот, все Теперь, ребятки, по идее Вот в этом вот Вот в этой бочке Ну там, правда, какие-то Моркописии происходят Ну ладно Вот в этой бочке должны у нас с вами появляться готовые Крысбургеры Единственное, что здесь сейчас не сделано Это нужно из этой бочки Поместить ее Вот в эту В этот инвентарь Я даже пока еще сам не знаю, что здесь будет Ну, наверное, тоже какая-нибудь бочка Вот Но это, по идее, можно сделать обычными трубами Давайте по-быстрому сделаем И без объявления войны У меня почти сгорела моя беседка Я не понимаю, собственно, как В принципе работает механика огня в Майнкрафте Все же было хорошо Почему она вдруг начала гореть И более того, она продолжает гореть Если мы с вами посмотрим Интересно, это горит лава Или это горит вот этот огонь От чего оно воспламеняется Ну, допустим, если это горит лава То я, наверное, смогу Попробовать сделать вот так Единственное, что если эта механика работает Вот черт ее знает Вот она работает Нет, она не работает Видите Waterlocked в Майнкрафте Означает то, что полублог можно ставить на воду А не на лаву То есть это waterlocked буквально Блин, горелый рарг Не знаю, что с этим делать Блин, ну не менять же теперь этот самый Дерево на что-то еще, да? Не знаю, что-нибудь придумаем Завожу здесь еще один слой камня В конце концов Но все-таки мы с вами сюда пришли Для того, чтобы провести трубами Вот отсюда И, соответственно, давайте, наверное, отсюда еще факел уберем Теперь он здесь не сильно нужен Вот эту красоту отсюда уберем Она здесь не сильно нужна Мне нужно просто довести это дело Вот досюда, вот И вот там, соответственно, поставить Экстрактор Как-нибудь бы туда-туда добраться Чтобы его туда поставить аккуратненько Вон на ту вот Трубу Как бы мне туда пробраться Что мне здесь мешает Труба, уйди Арг На трубу Во, поставил Ужас какой И вот опять загорелось, видите Че оно тут гореть-то стало внезапно Объясните мне, кто знает Как мне этого избежать К тому же сейчас вон вверх сгорит весь нафиг Вот все было хорошо, пока я тестировал Вдруг внезапно начал открывать крышу И все начало гореть Это как так Майнкрафт работает Это что за лажа И все нафиг погорело Ну ладно, это я конечно восстановлю все Это небольшая проблема, да Но вот сюда, если мы с вами теперь поставим бочку Все, вот здесь будут появляться готовые крысбургеры Из ингредиентов То есть сюда мы с вами кладем себе А, я опять все скинул нафиг Аааа Все-таки, если я вот сюда скину себе Четыре сырых крысы и восемь пшеницы Они по идее должны уйти вниз И в итоге на выходе вот здесь Я должен получить четыре вкуснейших крысбургера И мне пофигу то, что у меня сгорела половина моей беседки Зато крысбургеры должны быть вкусными Давайте посмотрим на то, что здесь происходит Вот здесь я уже вижу, что жарятся крысы И одновременно у нас с вами готовится из нашей муки тесто Оно даже уже уходит сюда И вот оно сразу же выплевывается в лаву Для того, чтобы превратиться в батоны Батоны мои, батоны Они же булки Уже частично даже они ушли И вот здесь потом по этой трубе Ну, после того, как, конечно же, вот там вот случится крафт Очень-очень медленный Они должны попасть наверх Ну, давай, крыска Крыска в хлебушках едет Смотрите, какой мими-ми-ми Где вы еще такое увидите, как-нибудь на стримах Точнее, не в сериях Узик Захеджа, да? Смотрите, ну там что-то случилось И должно уйти наверх сейчас прямо Опа, и в бочку Вот ушло в бочку И вот оно пошло по трубе Пошло, оно уже идет Пока оно идет, я буду с вами прощаться, ребятки Большое спасибо всем, кто посмотрел эту серию Большое спасибо человеку с ником МС За феерическую поддержку на максимальном уровне Большое спасибо тебе, человечище Также большое спасибо Литариусу за поддержку И всем, кто меня поддерживает финансово, ребятки Если у вас нет возможности поддержать меня финансово Есть такое желание, просто смотрите серию до конца Ставьте лайк, оставляйте комментарии И рассказывайте своим друзьям о том, что вы здесь видели Чтобы они тоже смогли прийти и посмотреть А с вами был Зигзахедж Я надеюсь, что мы с вами все еще увидимся на ютюбе Потому что, я напоминаю, что если видео наберет меньше тысячи лайков То я уеду с этим сезоном на твич А мы с вами увидимся в следующий раз До новых встреч, как обычно, всем счастливо и пока